Экватор голосования за благоустройство территории в рамках программы формирования комфортной городской среды «Пройден» наметились лидеры. Но у жителей города еще остается время для того, чтобы изменить раскладку общественных пространств, которые постепенно выходят в чемпионский топ. В железнодорожном районе Самары на глобальные перемены претендуют сразу три объекта – парк Щурса, сквер первых космонавтов и бульвар на Чернореченской. Как отдать свой голос за любимые территории, сегодня узнали сотрудники районного пенсионного фонда. Всего у нас в городе 19 пространств, которые выделены в топ. Нам очень хотелось бы, чтобы какое-то из наших пространств тоже было в числе победителей и в 22-м году было реализовано именно благоустройство этой территории. Одна из самых крупных общественных территорий в железнодорожном районе – парк имени Щурса. В случае победы здесь обустроят зону отдыха и развлечений, хоккейную и спортивную площадки и наполнят территорию аттракционами. Кроме того, по проекту планируется реконструкция детской железной дороги и обновление сцены для проведения праздников. Хотим приукрасить его, внести вклад в то, чтобы этот парк процветал в дальнейшем. Коллектив, полагаю, что поддержит территорию парка имени Щурса. Парк является лицом нашего района, потому что там и предыдущий автовокзал, и железнодорожный вокзал. Все рядом, и люди, которые приезжают в наш город, они сразу попадают в парк Щурса. Только в железнодорожном районе Самары в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для реконструкции приняли участие свыше 16 тысяч человек. Благоустройство города и создание комфортных условий для жизни – одно из важнейших направлений стратегии лидерства региона, сформированные по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Отдать свой голос за благоустройство выбранного объекта можно через госуслуги сайт 63.городсреда.ру и виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайте администрации Самары и внутригородских районов. От активности жителей зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея. Голосование продлится до 30 мая. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Поэтому парк уже есть определенный...